Привет! А начать я хочу, пожалуй, с небольшого изменения, которое многие вряд ли заметили. В одном из обновлений исправили бак с камуфляжем для стандартной миноинженера. Теперь можно нацепить данный камуфляж, который можно было получить за выполнение контракта Advent 2023. И мина приобретает вид новогоднего подарка. Пользоваться этим наверняка не будут. Но на всякий случай, держу в курсе. Ну и, собственно, буквально пару слов про новое устройство под названием «Ящик с бронепластинами» для класса инженер. На что тратить свои монеты черного рынка – это уже исключительно ваш выбор. Лично мне новое всегда интересно, поэтому приобрела. Данный предмет заменяет собой стандартный римкомплект инженера. Ну, тот, что находится в первом слоте, как показано в видео. Поэтому, если тебе необходимо иметь с собой два этих предмета, то ставь ящик бронепластин именно во второй слот. То есть, тем самым ты заменяешь реактиватор для седа на ящик бронепластин. Реактиватор уже по факту бесполезен даже на ПВЕ. Редко кто из новичков играет за киборга. Нет, ну, бывает, встречаются, но крайне редко. Да, кстати, реактиватор работает по принципу дефибриллятора медика. Поэтому в случае необходимости можно поджарить щитоносца. Игрока тоже можно убить. Для тех, кто не знал эту фичу. Что по модам на данный гаджет? Бегло глянула на YouTube кое-какие ролики. В первый слот ставим мод под номером 1. Во второй тут уже мнения у блогеров разные. Либо мод номер 2, либо номер 3. Здесь уже сами руководствуйтесь по своим ощущениям, так сказать. В общем, экспериментируйте. На этом, собственно, всё. Желаю вам приятной игры, хорошего настроения и удачного фарма монеток. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok